Он так между двумя стульями, между самодеятельностью и радиоспектаклем, он так вот сидит и ёрзает, и непонятно, куда он, в конце концов, бахрится с такого стулья. Если ставится задача одним голосом записать аудиокнигу и при этом оформить её как радио, ну аудио, да, в данной ситуации, спектакль... Моноспектакль. Моноспектакль, это совершенно другой жанр. Моноспектакль — это эстрада. Это видеоряд, это жест, это всё, что угодно. Здесь именно, ну, неудобно, не наше слово, аудио, но в данной ситуации аудио спектакль. Если ставится подобная задача, то тогда надо уже прорабатывать линии, писать к этому музыку или долго и мучительно сидеть, подбирать её, потому что гораздо сложнее, нежели бы это было в радиоспектакле с большим количеством голосов актёров. Потому что как ты свой голос не меняй и что ты с ним при этом не делай, всё равно ты останешься со своим голосом. Я не могу так сказать, но всё равно это одежда, что мы считаем. Вне зависимости от всех технических вещей и изучений. Мне кажется, что это, безусловно, имеет право в существовании, но это настолько сложно, что это не всегда правда. Если вдруг возникает вот такое совпадение, вот, мне кажется, это только моё мнение, вот, я начитывал, лет пять назад книжка была такая, Олди, диалоги «Дорога» и «Сумерки». И там, я могу перепутать композитора, по-моему, это был Денис Заключенко. Но, Бога ради, простите меня композитора, если я потом перепутал. И когда я потом слушал, мне казалось, что как-то тембрально и психофизически, не знаю, ложится музыка на голос. Опять-таки, только мне. Тогда это, опять-таки, если кто-то слушает со стороны, и ему кажется так же, значит, для него это годится, верно? А кто-то слушает, говорит, господи, что вы тут, это сам три ноты, четыре, там, а кто-то убил братца. Кого-то это раздражает. И вот найти вот эту возможность, когда раздражает десять процентов, а девяносто за, это очень сложно, и это требует больших усилий. Усилий творческих, усилий в понимании текста композитора, в написании, в совпадении и понимании композитором произведения, и пониманием исполнителя этого произведения. И вот в данной ситуации мы возвращаемся, как-то неудивительно, в жанру радиоспектакля, потому что это уже совместное творчество, то есть творчество не одного человека. И это уже становится такой маленький радиоспектакль, в котором композитор или шумовик, или и то и другое вместе, звукорежиссер в том числе, который это сводит не так, как ему Бог на душу положил, а так, как это должно быть целесообразно. И они все делают одно общее творческое дело, создают один продукт. Поэтому это все-таки уже не совсем чтение, не совсем тот аудио, чисто медиа, аудио, уже с подруги. Это радиоспектакль. Иван, а вот вы, смотри, не слушаете аудио? Ну, я не живу с ними во мне. Естественно, их слушаю. Куда же я без них дедусь? А как же вы узнаете когда, например, о своей работе? Хорошо это и плохо у вас получилось? Ну, я верю себе. Своему вкусу. А как же? Потом я одну несчастную жену с вами могу помучать, заставить что-нибудь послушать. Раздаю все диски свои, естественно. Потом существуют прекрасные вещи. Интернет, клуб любителей розовых книг, дедлаб и прочее. Амазон. Понимаете, критерии оценки-то вон… Потому что я… Всех строже оценить, сумеешь ли свой труд. Ты им доволен ли взыскательный художник. Я не приписываю себе слова Александра Сергеевича, но ведь он не только о себе и писал. Нет, просто… Я к чему… Раз вы не слушаете, сравните ни с чем… Нет, я не сказал, что я вообще не слушаю. Сейчас я поняла. Сейчас я поняла. Я не люблю этот жанр. У меня в машине нет магнитуры. Мы с детьми и поем, понимаете? Нет, а когда же тогда вы слушаете? Ну а на что же у меня диски и компьютер? Что же я не могу поставить… Понимаете, мне достаточно, мне достаточно, чтобы оценить качество аудиокниги. Десяти минут – это максимум. Понятно. Вы уже не как текст, не как… Ну разумеется, потому что я существую в этом жанре довольно давно. Точно так же, как не обязательно смотреть целиком фильм, если ты хорошо разбираешься в кино. Посмотрел, первые уши отлетели, второе горло порезано, и еще это Иисус Христос оказался. Но прекрасно, можно дальше не смотреть. Вот. Поэтому я не слушаю аудиокниги как заменитель книг, но, наверное, надо так говорить. Потому что я очень люблю бумажный эквивалент. Электродный. Никогда даже не пробовал в Иисусе. А чем вам нравятся бумажные эквиваленты? Шуршиты. Шуршиты. Ну, я думаю, что это больше пространство, уже когда вот в глазке уже валет уже… Ну, у которых с глазами не все, слава Богу, поэтому компьютерным, когда читаешь даже просто текст с компьютером, это довольно сложно. А тут еще, кстати, есть такая вещь, понимаете? Когда читаешь бумагу, ты сам в ответе за тех, кого приручил, за то, что ты читаешь. И ты можешь думать об этом персонаже так, об этом так, об этом сам. А когда ты слушаешь радиокнигу, каким бы истово дикторским голосом она не была начитывала, то здесь уже есть заведомая характеристика каждого персонажа. как бы не читал и замечает на своем чудесном голосе Ирия Ефимович Прудовский, я у него учился, я у него… Но все равно вот он один из немногих оставшихся дикторов старой школы, который, ну, по возможности не позволит себе никакого оттенка дополнительного читаемого материала. Но все равно, но все равно у меня, допустим, я не знаю кто, Иван Карамазов уже говорит голосом Прудовского, значит, тема Прудовского уже диктует какое-то видение этого персонажа, какая-то вдруг интонация диктует его поступок, что он в этот момент думал. Это уже навязывание человеку. Вот есть глобальное навязывание, кинематограф, да? Есть навязывание такое хитрое, это театрое. А есть навязывание просто, вот, на тебе и слух. Ты никуда не денешься. Поэтому… И поэтому, естественно, те, кто пишет аудио актеров, кто пишет, записывает аудиокниги не в дикторской манере исполнения, а в той, в которой я существовал, в актерской, естественно, мы вам тоже навязываем. И навязываем конкретное свое личное видение. Поэтому кто-то может принимать, кто-то не принимать, это совершенно естественно, это совершенно нормально. Но никуда вы от нас не денете с этой книгой. Мы не хотели. Как бы хотели или не хотели. И поэтому я предпочитаю, конечно, книгу. Чтобы потом ее начитать. Все равно вы не уйдете, даже шурша бумагой, не уйдете от шаблонов. Вот, читая, допустим, дуэт Чехова, все равно вы будете перед глазами видеть Даля. Потому что это уже у нас… Вот я бы не увидел Даля. Совершенно нет. Совершенно нет. Понимаете? Этот шаблон, он настолько художественный выразительный, чтобы его не выбить уже никаким клином. Но шаблон у нас тогда будет в литературе… Это все равно, что попытаться прочесть стихотворение Высоцкого. Вот это да, это шаблон. Потому что все равно будешь срываться на то, что у тебя Гадалий уже на корочку записано. Но в этом плане ни один кинофильм пока меня так не напугал. И я не думаю, что надо… Потом, извините, смотрите Вы, видите Даля, и все замечает. Но ведь не Даляским же голосом начитил Даля. И если возникнет интонация, которая у Даля не возникала, то, что получается, у Вас сухожен с ушей, Вы бросите на руки куда-то в угол? Нет, наоборот, Вы будете отватывать. Думаете, а что такое? А почему мне это не нравится? А что такое? Внутренний конфликт. И возникает внутренний конфликт, благодаря которому существует искусство. Может, это получится лучше? Может быть, хуже. То есть, понимаете… Шаблон, если бы существовало такое понятие в искусстве, как шаблон, от которого нельзя отходить, то мы бы все говорили, тут сейчас ебутцы. Театр НО, КАКУ и так далее. Или наоборот… Медико Гегарта. Нет. Наш театр, он, слава Богу, более или менее, или более на 100%, избавлен от этих шаблонов. Поэтому меня это совершенно не пугает. И я думаю, по большому счету, и Вас не решили, как это было. Ну, получается, противоречие. В каком случае? То есть, Вы, как бы, все-таки против шаблонов, и в то же время, начитывая аудиокниги, Вы этот шаблон навязываете. Так получается. Подождите. Я не навязываю ничего. Шаблоны создаете Вы. Шаблоны создаете Вы. И если вдруг у Вас в голове по прослушиванию аудиокниги возник такой шаблон, которого нельзя вышибить даже, допустим, в дуэлию с Далином, это очень приятно тому, кто начитал, но при этом это Ваша проблема. Это значит, что просто так хорошо это прочитано. Или так отвратительно. Я не знаю, что Вам хочется еще даже. Но так или иначе, это проблема восприятия. Это проблема, если не проблема. Это совершенно естественная реакция зрителя. Можно любить Амадей, с Табаковым можно любить, но можно смотреть и фильм «Форман». Вот какой из них спектакль с Табаковым или фильм «Форман»? Я не знаю. Интересно и то, и другое. Шаблоны сами борются. Зачем Вы? Создаете себе шизофрению. Скажите, у Вас были такие произведения, тексты, которые трудно читать? То есть язык автора произведений совпадает с Вашей внутренней речью. То есть не читается. Масса. Масса. И не всегда это были плохие книги. А еще второй вопрос. Вы как, допустим, приспосабливаете текст автора? То есть на свой манер, допустим, слова поменяете, там еще предлог другой ставите? Ну, я тогда на второе отвечу. Во-первых, существует переводная литература. И очень часто приходится сталкиваться с тем, что в силу финансовых причин берутся переводы, которые не охраняются авторскими правами. То есть которые написано, Бог знает когда. Когда, ну вот, год небольшим назад Майнерин читал в саде без головы. Там вот распечатано, я бы не помню, из какой библиотеки притащили. Там и Атигера и все. Перевод, ну, ужасный. Но поскольку перевод, и поскольку автор совершенно не думал о том, как по-русски написать данную фразу, то лично я себе стилистическую правку в процессе записи под его позвоночник. Главное, чтобы она была по логике вещей. Ну, а что же касается отечественной литературы, то меняются слова. И опять-таки я только для себя, только для себя. Я только для себя. А тенденциях я говорить не могу, я их не знаю, да их нет. А в отечественной литературе, конечно, стараешься не менять ничего. Ну, бывает во время, там, допустим, пишешь длинный период, не оговариваешься, потому что она пошла или пошла она. Ну, в хорошем смысле, в какой-то фразе, которая позволяет на этом заострять. Это интонацию там. Дом стоял справа или справа стоял дом. Тут, конечно, не останавливаешься, если это вдруг оказывается неудобно. Слушаем, конечно, это переписываешь потом, во время правды. Но чтобы в отечественной литературе что-то менять, это же надо так плохо написать. И тогда меняешь. О купюризации, скажем так. Вот, например, на Нидлаве, вот, недавно, ну, относительно недавно была полемика, ну, или полемика, обсуждение, изданного Семикумом и Кугасором, Вальфа Скотт, речь о куверенном сердце Палестинину, талисман. Я видел этот пост, но внутрь не зарезал. Безумное количество купюр, небольших, но тем не менее. Ну, вы понимаете, ну, видите, наше дело маленькое, мы же исполнители. Вопрос о купюрах надо ставить нам. Не знаю, может быть, на какой-то студии кто-то там самолично думает, да, нафиг это там зац, и так пойду. Может, так его резать. Я с этим не сталкиваюсь. Потому что большие магазины, супермаркеты не продают, не отказываются брать на реализацию.